Сегодня укрываю на зиму миниатюрки и бордюрные розы. Я раньше никогда не укрывала, просто насыпала на них листву дубовую и всё. Но дело в том, что у нас нет снега, а мороз уже неделю, ночью минус 14 и днём минус 9. Соответственно, голые они долго не протерпят. Ну, вернее, они, конечно, выживут. Поговорим об этом потом. Но что я хочу и почему я буду укрывать, расскажу и покажу. И заодно те, кто не видели, как я укрываю вообще розы, оставайтесь. Будем укрывать и рассуждать. Вот здесь у меня черенки роз укрыты. Здесь даже кустовые укрыла. Здесь всякие разные тоже череночки молодые. И вот здесь вот пошли, видите, вот домики. Здесь везде домики. Вон там, вон вдалеке, увидите, да, домики. И если отсюда, то вон там, вон вдалеке. Так, видно? Вот, видно. Тоже домики. Это укрыты розы. Здесь вот у меня миниатюрные розы. Но вот смотрите, у них уже вид такой жалкий. Морозом тут их всех уже прихватило. Поэтому я их хочу укрыть материалом. Там он прям внутри, внутри маленький еще есть. Как-то этой осенью не оказалось у нас сухих листьев дубов. Все время они были влажные. Я не стала рисковать влажными укрывать. А это вот бордюрные розы. Я их, конечно, пригнула уже давным-давно. Не хочу просто испытывать судьбу. Не знаю, когда будет снег. А накрою-ка я их материалом. Их ты, кто-то тут бежит. Купание не удалось сегодня, да? И что, за мной будете ходить? Пошли. Пошли. Побежали. Как переваливаются. Сбоку на бок. Че, Петь? Бешеньку хочешь напугать? Какие интересные. Так, смотрите. Купила еще 20 метров. Толщиной 60 микрон. Лутросила. Что я вам показывала. Вот это у меня чисто новым. Застелено. Укрыто. 10 метров. Еще у меня было 20 метров. И еще 20 купила. Дорого ли розы стоит, чтобы их сохранить на зиму? Получается, что дорого. Вот это 1600 рублей. Вот эти 20 метров. Ну и, соответственно, еще до этого было. Это не считая старого. Тот, который с годами по несколько лет используем. Итак, буду накрывать. Покажу, как. Что я буду делать. Здесь у меня маленькая кустовая. Вернее, она не маленькая. Это была взрослая. Но так как я ее в том году не укрывала. Она пошла с нижних почек. Вот с этих нижних почек. В принципе, розы можно не укрывать. Вот как я укрываю. Да? Ну а почему я укрываю? Потому что они из-под зимы выходят зелененькими. С хорошими почками. И даже вам вставлю видео. Вообще там с зелеными листочками. И начинают быстро-быстро развиваться. Быстро набирать цвет. И они на две, а если не сказать больше, на три недели цветут раньше, чем если бы я их не укрывала. То есть, когда у вас не укрытые, ну вот если бы я не укрывала, потому что я и так делала когда-то поначалу, да, они, естественно, выживают. То есть, нижние почки, особенно если вы правильно посадили розу, нижние почки просыпаются. И под землей нижние совсем почки, да, и над землей, которые нижние почки, они просыпаются. И, соответственно, роза оживая, роза начинает расти, расти и потом цвести. Но все это гораздо позже. Все это гораздо позже. И она не вырастает такой красоткой, скажем так, как если, когда ее укрываешь. Но это сравнение, именно вот я сравниваю свои розы, когда не укрывала и когда укрывала. Розы-миниатюрки, которые я буду укрывать. Они вот здесь у нас растут, здесь у нас снега вообще нет. Видите, здесь абсолютно другие климатические условия. И да, значит, это все. Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки в другом месте удалось мне немножечко наковырять молотком камней и вот сейчас я материал прижимаю этими камнями. Продолжение следует... Плавное весной она проснется здоровенькая и начнет сразу расти и цвести. Показываю дальше окончательный вариант, что у меня получилось сегодня. А это уже было. Мяшенька, ты замерз? Пошли греться. Вон там у нас печка топится. Дым уже все перестал. Если видео было полезным или просто понравилось, ставьте лайк, не понравилось, дизлайк. Пишите комментарии, если есть вопросы или просто есть желание написать. Я буду вам благодарна и до новых встреч!